Карстовые озёра всегда необычайно красивы. Прозрачная чистая вода, кругостенные чаши берегов. Недаром с различных языков названия карстовых озёр часто переводятся как «красивое», «глубое». Нет ничего прекраснее, чем голубые озёра карстового происхождения. Вода в них всегда холодная, имеет чудесный цвет и необычайную прозрачность. Лёжа на дне таких озёр, можно смотреть вверх и видеть проплывающие по небу облака, пролетающих над зеркалом озера птиц, фигурки людей и деревья на берегу. Цвет воды в карстовых озёрах, в зависимости от их минерального состава, меняется от нежно-голубого до изумрудного. Есть своё «глубое озеро» и в нашей республике. Оно находится на территории Крамаскалинского района, 40 километрах от Уфы, между сёлами Подлубово и Новомусино. Ещё одно карстовое «голубое озеро» наша программа исследовала в Самарской области, недалеко от села Старые Кушкино в прошлом году. На этот раз наше внимание привлекло большое «голубое озеро» в республике Татарстан. Для изучения этого интереснейшего водоёма мы и организовали наш автопробег «Уфа-Казань-Уфа». По традиции стартуем от здания телецентра. Транспортом повышенной проходимости нас обеспечила группа компаний «Независимость», являющаяся официальным представителем «Митсубиши Моторс» в Уфе. В составе автопробега тележурналист Башкирской редакции службы новостей БСТ Ришат Миндияров, уфимские дайверы Салават Алибаев и Ильдар Кубаев, и я. За рулём Салават Алибаев. Отзывы о характере внедорожника самые высокие. Машина достаточно уверенно себя ведёт, показывает на моей дороге. Пока идёт адаптация к машине, но в целом очень хорошо. Пока всё приятное ощущение. Интернет проложил нам маршрут до Голубого озера и рассчитал время в пути – около 7 часов. Правда, Уфа провожает сильным ливнем. МЧС даже объявило штормовое предупреждение для водителей. Тем не менее, границы с Сатарстаном успеваем убежать от непогоды. Из Уфы выезжали, только дождь начинался, дороги его не было. И вот мы заправились в Верхний Иркеево, и дождь нас моментально догнал буквально. Въезжаем на территорию соседней республики – Актанышский район. Фотография на память возле пограничной стеллы и дальше в путь. Только что мы проехали границу между республикой Татарстан и республикой Башкортостан. Соседняя республика встретила нас не очень приветливо. Здесь льёт дождь, небо хмурится. До Казани осталось чуть более 300 километров. И мы всё же надеемся, что завтра во время погружения на Большое Голубое озеро погода будет хорошей. Вновь нас догоняет ливень, и вновь мы от него убегаем. Прошли треть пути, и перед взором открывается рукотворное Мензелинское море. Только что проехали славный город Мензелинск. Здесь ещё разливается Мензелинскую минеральную воду. Следующая станция – набережная Челны. Автомобильный гигант встречает нас с дымящимися трубами и огромным грузопотоком. Кое-где из-за него затруднено движение. Тем не менее, по объездной выходим на мост через Каму и вновь вырываемся на автостраду. Краски осени за окном автомобиля радуют глаз. Да и дороги у соседей там, где отремонтированы, просто отличные. Мы на финишной прямой. Впереди Казань. И она встречает нас хорошей погодой. Уфа проводила у нас дождём, но на пуск в Казань мы сейчас подъезжаем. Ярко светит солнце, хорошая погода. Надеюсь, эта погода сохранится и до завтра во время погружения в озеро. Последние километры до пункта назначения – санатория «Крутушка». В нём нам предстоит провести две ночи. Едем пока правильно. Судя по навигатору, через 15 минут будем на месте. Быстро темнеет. Все участники нашего автопробега устали. Все с нетерпением ждут остановки на ночлег. Мы почти приехали в пункт нашего назначения. Сейчас будем останавливаться на ночлег. Как и предсказал мудрый интернет, дорога из Уфы до Казани у нас заняла около 7 часов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Спектр применения грязи... Достаточно широк... После знакомства с санаторием... Отправляемся на Малое Голубое озеро... Погружаться в нем мы не будем... Оно неглубокое... 8-9 метров... Однако представляет большой интерес... Как памятник природы... Правда, добраться до него... На автомобиле очень трудно... Как нас предупредили... Почти невозможно... Выдержит ли испытание наш внедорожник? Независимость – это когда человек не зависит от обстоятельств. В нашем экстрим-путешествии к Голубому озеру мы как раз ощутили мгновение настоящей независимости. Вообще просто в восторге. Я первый раз на таком экстриме нахожусь. Машина замечательно себя вела в экстремальной ситуации. И я хотел бы еще попробовать что-нибудь подобное. Но эмоции переполнают меня просто чувства восхитительные, что я испытываю сейчас. Я рад. Раньше не приходилось так ездить? Нет, ни разу не приходилось. Я первый раз очень доволен. Для меня экстрим – это часть моей активной жизни. Еще несколько километров по абсолютному бездорожью, и мы на берегу Большого Голубого озера – главной цели нашей поездки в Казань. Первое краткое описание озеру дал в 1829 году казанский ученый, ректор Казанского государственного университета и краевед Карл Фукс. С 1972 года это памятник природы, а в 1994 году здесь был создан государственный природный заказник – Голубые озера. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад, питаются подземными водами. Ну вот мы и добрались до Большого Голубого озера. По утверждению местных жителей, глубина озера составляет от 15 до 18 метров. Сегодня утром мы побывали в Казани, посетили местный подводный клуб «Эс-Дайв». Казанские дайверы предоставили наше распоряжение, часть снаряжения и оборудование для погружения в озеро. Кроме того, дайв-лидер клуба, инструктор по дайвингу Максим Астахов рассказал нам об истории клуба и об особенностях погружения «Большое Голубое». Сколько я в нем ныряю, в погружении, сколько у меня там в нем было достопримечательностей, я могу назвать это водоросли. Различные виды водорослей, которые плавают по поверхности, из-под воды на них смотришь, как на плавучие острова, облака, можно сказать. Также водоросли, которые располагаются по стенкам этого озера. Ну и там мелкие, скажем так, назовем его планктонные, насекомые, эти рачки плавают. Был момент, когда люди, которые ходят закаляться туда, один мужчина запустил туда карасей. Караси долго не прожили там, то ли они ушли с естественным выходом озера в реку Казанку, либо так, либо замерзли там и утки пощипали. Но одного карася, вот такого сонного, то есть в такой температуре 4 градуса, то есть он заснул. То есть его море. Даже был момент, когда я подплыл его, взял в руки, он еще спал, почувствовал неладный, там, стрепетнулся, уплыл. Клуб наш существует с 2005 года, в нем я работаю с 2007 года. По количеству, скажем, обученных людей, наших клиентов или друзей наших, даже, я думаю, там за тысячу человек есть. Притом это люди не только из Казани, Татарстана, но и из других регионов. Советы Максима нам пригодились. А само погружение в озеро даже превзошло наши ожидания. На коротком брифинге перед погружением договариваемся. Первым в воду захожу я, настраиваю камеру, начинаю съемку. За мной парой идут Салават и Ильдар. Ну все, уходим в глубины Большого Голубого озера, в столице Республики Татарстан, в Казани. Красота Большого озера неописуема, а его подводный мир полон тайн и загадок. В подводных зарослях Элладеи и Харовых водорослей обитают целые колонии рачков-бокоплавов, планарий и водяных скорпионов. Можно встретить водную мышь, котуру. А если достичь самого дна и осторожно, чтобы не замутить воду, зайти в небольшую пещеру, откуда бьет подводный родник, можно увидеть, как мощный напор воды жонглирует донной галькой. Стараясь не замутить воду, я выбираюсь из пещеры. Вдруг боковым зрением замечаю в одном из ее углов что-то похожее на монету. Так, это что-то явно старинное, надо забрать с собой. Пока я продолжаю изучать дно и почти вертикальные стены озера, по моим стопам в пещеру идет Салават. Ильдар в это время снимает нас подводным фотоаппаратом. Здесь совершенно иной мир. Салават Салават Деньги, что ли, там есть? Может, старинные какие-то дать? Да. Это я из пещеры в этой щеку тревогу. С пещерой? Да. За мной подтягивается и Салават. Как там подводный фотоаппарат тебе? Шикарно. Супер. Пока мы исследовали дно Большого Голубого озера, не терял времени и решат Миндияров наш наземный оператор. Рожок костер, чтобы мы могли согреться после ледяной воды. И даже познакомился с прекрасными местными наездницами. Так, клички и лошади как? Это Зазноба. Зазноба? Да. А звездуля. Звездуля. А возраст? Восемнадцать, семнадцать. Восемнадцать? Да. Что так много? Бабулечка старенькая. Да, самая важная часть нашей экспедиции на Голубое – традиционная процедура с погружением флага Башкирского спутникового телевидения. О ней мы, конечно же, не забыли. Флаг БСТ всегда в кармане моего жилета компенсатора плавучести. На этот раз флаг Башкирского спутникового телевидения побывал на глубине 18 метров в Голубом озере в Татарстане. Бурно делимся впечатлениями от погружения. Разбираем снаряжение, рассматриваем находки. Погружение прошло удачно. Да, замечательно. Вода здесь очень минерализованная. На дне очень много таких монет. И вода их превращает буквально в такие тоненькие, как толщиной с бумагу, пластинки, которые просто гнутся. Настолько много солей в этой воде. Немного перекусили после нырялки и в обратный путь в санаторий по бездорожью. После воды всегда аппетит приходит. Затраты энергии надо восстанавливать. У тебя аппетит всегда нет. Сюда, 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 сюда резь. Нет, нормально было. На трех полетах проехали. Проверенная машина. Проверенная на Байкале. На заповедных байкальских тропах мы ее испытывали. Испытание прошло с честью, кстати. А где сложнее было? Ну, сложнее. В принципе, на Ольхоне там тоже были такие места. Серьезные. Но тут более такая пересеченная местность. Вечер. В санаторном номере мы слушаем концерт в исполнении Решата Миндиярова. Под чарующие звуки кубыза я рассматриваю свою дневную находку в подводной пещере Голубого озера. Это 3 копейки 1932 года. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Около 80 лет тому назад кто-то умудрился забросить эту монету в озеро. Кстати, его берега просто усыпаны мелочью Банка России. Очень хотелось бы, чтобы лет эдак через 100, а то и больше, кто-то также нашел наши монеты на дне Голубого. С одним условием. Пусть монеты покроются толстым слоем ржавчины, но при этом само озеро останется неизменным. У каждого Голубого озера, где бы оно ни находилось, своя история, свои легенды, свои особенности. И каждое Голубое озеро прекрасно по-своему, будь оно Самарским, Казанским или Крамаскалинским. Наша задача — сохранить чистоту таких голубых водных жемчужин, чтобы они и дальше питали своей первозданной живительной силой новые и новые поколения. Субтитры создавал DimaTorzok